МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа калейдоскоп. Яркие события, интересные люди, забавные животные. Обо всем этом в нашей сегодняшней программе. Август стал для рязанцев настоящим месяцем полетов. Не успел закончиться известный фестиваль «Небо России», как всех желающих пригласили на аэродром в Дягилево, где состоялся праздник, посвященный Дню военно-воздушных сил. Нечасто военный аэродром в Дягилево открывает свои двери для всех желающих. Но в День военно-воздушных сил сюда мог прийти каждый, у кого возникло желание поздравить рязанских летчиков и поучаствовать в их профессиональном празднике. Данный праздник для всех авиаторов Российской Федерации имеет далекие и древние корни. С момента, как был подписан первый указ о создании первого штата кораблей воздушных, с давния, до 1912 года, все авиаторы Российской Федерации в прошлом Советского Союза отмечают День военно-воздушных сил. В исторических традициях, и ранее было, всегда мы его отмечали 18 августа, либо в третье воскресенье текущего месяца, а именно августа, того дня, в котором мы находимся. Поздравительные речи, награждения, торжественный марш быстро сменились менее официальной частью, в ходе которой зрители развлекали различные художественные коллективы. Однако самое сильное впечатление на них произвели показательные выступления десантников, которые продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки. Олдер! Олдер! Праздник «Ортодокс» 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 года большевики по инициативе Якова Свердлова приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. И лишь в августе 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное место в официальных и торжественных событиях Российской Федерации. 23 августа отмечается День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска победили фашистов в Курской битве, которая явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. На этом российские праздники заканчиваются. 24 числа в Америке празднуют День в Афии, 25 в Бразилии отмечают День солдата, а 26 августа снова в США вспоминают о равенстве женщин. И лишь 27 августа в нашей стране вновь праздник – День российского кино. Открытием новой выставки порадовал Рязанский художественный музей. На ней рязанцы смогут увидеть работу известного графика и аниматора Александра Павленко. Выставка в основном знакомит публику с графикой художника. Замечательно представлена в экспозиции большая коллекция силуэтных рисунков тушью «Теневая игра Екатерины Великой», выпущенная в Германии отдельным альбомом. Как иллюстратора Павленко представляют рисунки к произведениям Гоффмана Андерса Налескова. Кроме того, на выставке зритель может увидеть образцы анимационных работ, которые также заслужили внимание знатоков. Доказательством профессионального признания иллюстратора в данной сфере является его участие в создании выставочных композиций русского музея в Санкт-Петербурге. Прежде всего, я люблю рассказывать различные истории. И если посмотреть работы, которые представлены на этой выставке, то в них, я думаю, в первую очередь заметно именно то, что каждый рисунок стремится рассказать то, что происходит. И это как бы фрагменты, выхваченные из течения рассказа. То есть, если посмотреть внимательно, то можно заметить, что повествовательность для меня была самой главной. Осмотреть действительно хочется. Анимации завораживает, а глядя на иллюстрации к книгам, возникает практически непреодолимое желание их прочитать или даже перечитать, теперь уже другими глазами. Неудивительно, что авторы иллюстрации к книгам которых представлены на выставке, по признанию художника, любимые и уважаемые, а многие истории, рассказанные ими, знакомые с детства. Я читал все эти истории, глядя на иллюстрации, и думал, а вот как бы я эти истории рассказал? Не иллюстраторы, которых я так люблю и уважаю, а вот я сам как бы пытался это интерпретировать. То, насколько попытка вышла удачной, убеждаться надо, конечно же, собственными глазами. И у вас есть еще достаточно много времени для того, чтобы это сделать. Выставка работ Александра Павленко продлится в художественном музее до 21 сентября. Неоднократный участник художественных выставок в России, Германии, Франции и Бельгии в нашем городе Александра персонально выставляется впервые. И это, несмотря на то, что город его родной. Александр родился и вырос в Рязани, окончил Рязанский педагогический институт. Сейчас живет в Германии, но уверяет, что часто приезжает. А душой всегда на родине. Ну, я не чувствую себя от того, от моей Березанщины. И Солочи, и Михайлов, и Мещеры для меня не чуждые слова. Ностальгии нет просто потому, что я все равно здесь. Где бы я ни был, я все равно здесь остаюсь. А вот творческими планами наш земляк делится неохотно, но уверяет, что они разнообразны и грандиозны. Хоть и говорить об их реализации пока преждевременно. Тем не менее, некоторые секреты выдал и поведал, что впереди много всего интересного. Могу сказать, например, что я подумываю о серии иллюстраций князю Серебряному Алексею Константиновичу Толстого. Я думаю о том, как можно было бы интересно оформить подвиги Александра Великого, Михаила Кузьмина. Возможно, что я вернусь к Лескову и попытаюсь еще раз рассказать те же самые истории уже в другой манере. Словом, был бы талант и не покидало бы вдохновение. Талант у художника, несомненно, имеется и немалый. Но неиссякаемого вдохновения, на всякий случай, автору пожелаем. Ну а теперь поговорим о братьях наших меньших. Сегодня мы расскажем вам сразу о двух породах кошек. Причем одна из них известна, я думаю, абсолютно всем рязанцам, а вот вторую любителям кошек только предстоит для себя открыть. Египетские мифы говорят, что однажды после битвы с великим змеем бог солнца Ра принял облик египетской мау. Мау на древнеегипетском языке означает кошка. К ним относились с особым уважением, поклонялись, даже мумифицировали и хоронили с почестями в золотых и серебряных саркофагах. Она и может стать нянькой для котят с удовольствием, и другом для детей, и как бы и с взрослыми людьми очень любит пообщаться, и любит и с чужими людьми, которые приходят в дом. Тоже, в общем-то, она общается очень нормально со всеми. Несмотря на более чем трехтысячелетнюю историю, египетская мау почти не изменилась внешне. Судя по изображениям на древнеегипетских фресках, на стенах храмов и пирамид, египтяне когда-то поклонялись именно ей. Это кошка фараонов, это кошка египетских цариц, это богиня Бастет. Кошка эта появилась у нас в результате длительных переговоров, поскольку эта порода очень тщательно охраняется, и не так просто завести такое животное. Кошка хорошо сложена, мускулиста. Она не тяжелая, грациозная и элегантная. Тело среднего размера, задние конечности чуть длиннее передних. Глаза миндали видные, яркого зеленого цвета. По краю идет отчетливая черная окантовка, будто глаза обведены черным угольком, как когда-то у древних египтян. А еще эти кошки могут развивать скорость до 50 км в час. Очень интересная, очень ласковая порода, ласковая до навязчивости, с очень интересными повадками своими, отличающимися от многих кошек. Любим очень гулять на поводочке, очень любим в воду, играть с водой. То есть у нее какие-то качества даже есть от собак, я бы сказала. Это первая и пока единственная представительница породы в нашем городе. За это время кошке пришлось познакомиться с другими жильцами дома – британками. Британские кошки, в отличие от египетских мау, очень популярны и широко распространены. Почему именно эта порода пользуется такой популярностью? Какие особенности у нее? Почему так распространены? Ну, во-первых, внешний вид. Чеширский кот. Большая популярность именно из-за того, что это короткошерстная кошка с плюшевой шерстью, которая напоминает и медвежонка одновременно, и какую-то плюшевую игрушку. При этом они достаточно спокойные животные, хотя британцы, я бы не сказала, что они ласковые, сильно ласковые животные. Они, в общем-то, считаются, как говорится, кошкой-бизнесмена, которая к тебе придет, когда сама этого захочет. Мау, кроме нашей съемочной группы, пока никто не видел. Но уже скоро, осенью, пройдет выставка, где рязанцы смогут познакомиться с этой удивительной породой, а также посмотреть на непривычных для нас золотистых и серебристых британок. Ну что ж, это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Смотрите нас ровно через неделю. Поверьте, будет интересно. Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»!